Убийства, кражи, взятки, хулиганство и госизмены. Ежедневно сотрудники следственных органов сталкиваются с преступлениями разного характера и степени тяжести. Олег Барнышевский на службе уже третий год. Говорит, привыкнуть можно по всему. Главное быть готовым к сложностям и уметь их переносить. Особенно если работаешь в приграничном Рыльском районе. Обстреливают как военные объекты, так же и попадают по жилым домам, частным предприятиям, коммерческим предприятиям, автомобилям. К сожалению, страдают люди и в том числе в круг наших задач входит и фиксация, осмотр места происшествий, обстрелов и дальнейшее направление собранных материалов в главное следственное управление. С началом специальной военной операции в регионе зафиксирован рост тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за счет обстрелов при граничье. При этом число менее серьезных нарушений закона снизилось. В целом на территории региона их зарегистрировано чуть больше 7 тысяч. 25 дел об убийствах, есть дела о причинении смертельного тяжкого вреда здоровью, о половой неприкосновенности, дела коррупционной направленности, в частности 16 дел, связанных с получением взяток и дачи взяток. Было давно, не значит не было. В первом полугодии следователи расследовали и направили в суд с обвинительным заключением 18 уголовных дел о преступлениях прошлых лет, а в бюджеты различных уровней удалось вернуть более 97 миллионов рублей по налоговым преступлениям. Лариса Марковчина, Семен Ковтанюк. События дня.